ВОДГСН ВОДГСН, ВОДГСН, ВОДГСН! ВОДГСН, 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 ВОДГСН иной мере с Винни Джонсом, если вы не знаете о чем речь, то именно на подобном автомобиле, это между прочим перерисовано с автомобиля Ягуар, на вот таком вот Ягуарчике Винни Джонс ездил в великолепном фильме «Карты, деньги, два ствола». Ну и что касается еще дополнительных плюшек, то еще ряд контейнеров, плюс вот такой вот интересный набор реакций, а набор реакций действительно интересный, как он выглядит, можете посмотреть у себя в новостной ленте, плюс туда обратимся буквально через пару секунд, ну и соответственно как без него, аватар с Винни Джонсом. Вот так вот, ребят, получается, ну и честно говоря, я готов прокрутить данную рулетку сугубо несколько раз и сейчас объясню почему. Ну, во-первых сам набор вот этих вот реакций он типа прикольный, интересный, но я не думаю, что прям всем достанется Вот так выглядят эти реакции Ну, тут в принципе и так все понятно Тут мы орем на кого-то, потому что плохо играет, тут мы очень довольные, потому что у нас что-то получилось, тут мы такие и ехидные у нас ничего не получилось, но мы очень старались Короче говоря, каждый выберет для себя что-нибудь интересненькое Кстати, буквально через час-другой появится еще вот такое вот событие с Винни Джонсом, это будет мини-ивентик и как его пройти я обязательно расскажу в отдельном видео, поэтому если вы за свои временные новости, прямо сейчас подписывайтесь на канал и ставьте лайк данному видосу, а еще нажмите на колокольчик чтобы не пропустить выход этого видео. Почему я говорю о том, что Кобра ну не совсем та машина за которую стоит потеть? Я не могу сказать, что эта машина меня удивляет по броне, это все-таки средний танк он не должен быть круто забронирован но все-таки немножко брони можно было бы и добавить, с учетом того, что данная машина крайне высока своим силуэтом ну, соответственно, выцеливается и пробивается очень просто. Можно пытаться в бою схитрить, поднимать вот так вот наверх орудием, тогда здесь типа больше брони как-то появляется, но особо сюда стрелять никто не будет, по одной простой причине потому что будут целить, как правило верхний бронелист, нижний бронелист тут даже с приведенкой 210 согласитесь, не так уж и густо но, может, если будете играть от какой-нибудь неровности, прячась, то тогда таким образом будете пытаться скрыться от кого-то, но навряд ли у вас это получится, потому что любой поворот башни и, в принципе, ваша щека довольно-таки существенно оголяется при этом все, многие говорили о том, что это будет супер альфач на своем уровне, да, я не спорю, 400 единиц альфы, это круто и, в принципе, ты понимаешь, почему у тебя типа низкий ДПМ, а я бы сказал ниже, чем у всех средних танков на уровне но, опять-таки, как вы видите в выборке сразу рядом с ним находится проходной ВЗ-120, у которого тоже 400 единиц альфы, да, у него меньше пробития, вопросов нет но это лечится, ставите калиброванные снаряды и, пожалуйста, пробитие практически такое же, а ДПМ все равно продолжает быть выше, и при этом всем силуэт ВЗ-хи гораздо ниже и приведенная броня в башне с учетом того, насколько она зализана лучше, ну и что касается сведения обратите внимание, практически в два раза, ну и то же самое касается разброса, ну, ребят, ну честно говоря, не совсем понимаю, да, с разбросом я погорячился разброс тут типа хуже, но я имею в виду что по общим показателям ВЗ-120 ничем не хуже, чем Кобра, а точнее Кобра, не намного типа лучше, а я вообще, честно говоря, не совсем понимаю, в чем именно Кобра действительно лучше, кроме уровня пробития дальше, ребят, скорость это вообще просто уныние какое-то 45 километров вперед, с учетом того, что, как правило, на уровне машины с 56-ю, с 60 километрами вперед, и есть даже вот этот вот красавец Леопард, который имеет 65 километров в час нет, я понимаю, что Леопард далеко не самая крутая машина на уровне но все-таки, справедливости ради эта машина обделена практически во всем, но награждена типа супер великолепной альфой и это правда, может быть кто-то меня не поймет, а может быть Wargaming захочет забрать у меня пресс-аккаунт за то, что я говорю все как есть, но ребят, давайте не будем расхваливать то, что в принципе потенциально не настолько круто поэтому я и говорю, крутить данную рулетку прям на все 100% у меня именно из-за этого нет абсолютно никакого желания, если за пару прокрутов выпадет, ну окей, хорошо будет в коллекцию но крутить на 30 тысяч даже с учетом того, что в принципе довольно неплохая рулетка я лично не готов почему говорю, что довольно непрохая потому что здесь, да, есть целых 4 слота из отведенных с вот этими вот контейнерами и здесь их достаточное количество раз может выпасть, но опять-таки это код в мешке и под вопросом есть ли там этот код, то есть выпадет ли вам из этих контейнеров что-либо ну что, обсудили, давайте покрутим а потом так или иначе перекинемся на пресс-аккаунт и там покатаем кобру потому что я больше чем уверен что кобра из этой рулетки за пару прокрутов навряд ли будет выпадать большому количеству игроков но ну окей, хорошо контейнер собери их все если я правильно помню, то у меня что-то там по частям сертификата на 1000 голды есть поэтому, глядишь, может сейчас косарь голды таким образом себе верну так ну ну давай быстрее еще еще контейнер собери их все забираем, потом откроем эти контейнеры сейчас пока крутим рулетку ниже 15 тысяч я не готов уходить поэтому, в принципе, моя планка 15 и это не так, как было раньше, когда я входил в какой-то кураж и начинал прокручивать прям до последнего уже идя ва-банк я всегда говорил, говорю и буду говорить начинайте крутить рулетку крутите несколько раз если вы не готовы идти ва-банк останавливайтесь если вы готовы идти ва-банк ну тогда уже просто изначально будьте готовы сливать полностью всю свою голдовую копилку или полную стоимость этой рулетки потому что прокрутив, допустим половину рулетки и не достав себе главную награду вы, по сути, потратили свое золото за зря ну, в принципе, все я забрал несколько контейнеров меня удивляет, ребята это действительно факт что мне не выпало ни серебро мне не выпали реакции хотя с другой стороны реакции одна из самых крутых наград здесь вот набор реакции 0,30 хотя я не понимаю чем они действительно настолько крутые и действительно ли они намного больше ценятся нежели сами контейнеры из которых потенциально машина какая-то выпасть может ну или, допустим тот же самый атрибут ангара имеет 0,48 это всего лишь украшение в ангар ну ладно, окей хорошо, редкое украшение но все же открываем контейнеры смотрим, что там ну и, соответственно перепрыгиваем на пресс-аккаунт так, ну наконец-то подгрузило едем дальше что у нас открываем два мистических контейнера 100 голды ну, хоть что-то вернул уже неплохо ну, давай все на этом, в принципе история моих мистиков закончилась никаких мистических сертификатов нам не упало жаль, конечно но, как есть что касается моих попыток вернуть тысячу то, в принципе все окей косарь я сейчас верну потому что, в принципе я сейчас талисманчик один забираю и, в принципе косарь возвращается назад вот так вот, ребят пожалуйста с первого контейнера вернули косарь ну, а дальше в принципе я думаю, что здесь будет свободка и не более того в принципе контейнеры собери их все они, наверное самые неудачные на сегодняшний день в нашей игре если вы со мной не согласны напишите какие контейнеры вы считаете самыми негодными у нас в игре и из которых меньше всего по вашему мнению чего-либо выпадает что мы имеем на финише на финише мы имеем что я спустился ниже по уровню своей золотой копилки у меня 16 187 это меньше чем у меня изначально было на счету если я правильно помню ну а крутить ли дальше я думаю что нет по одной простой причине потому что дальше у меня идет вот такой вот прикол кредиты 50% грубо говоря 49-29 но согласитесь не то за что можно отдавать такое количество голды что касается остального то здесь есть мистический контейнер из которых ни черта мне не выпадает ну и есть еще x10 опыта в количестве трех штук которые будут затягивать на себя практически 25% поэтому ребят я и не думаю что имеет смысл крутить дальше имея процент на главную награду в 0.13 да в принципе даже если был один процент я бы считал что крутить в принципе смысла дальше нет переходим на пресс-аккаунт и выкатываем кобру для того чтобы посмотреть на что она способна реально итак друзья кобра ну первое что стоит отметить что в легендарном внешнем виде мне эта машина гораздо больше нравится на вг нежели на лестинг сейчас попытаюсь объяснить не то что мне это нравится больше потому что я на вг а просто потому что здесь какой-то более сдержанный стиль и вот эта вот вся реалистичность металла в котором исполнена тачка действительно как-то добавляет определенного рода шарма единственное что я бы забрал отсюда боксерские перчатки вот эти так розыгрыш еще раз вылетел мне вот эти боксерские перчатки я бы отсюда забрал во всем остальном действительно тачка очень интересная винни джонс на бортине башни ну и вот эти вот все гравировки они очень реалистично выглядят именно вот этим машина мне и понравилась дело в том что на лесте там где это все расфуфырено со всякого рода шипами и подробной дребеденью выглядит как-то больше по-детски и менее серьезно именно поэтому этот внешний вид заходит мне ну я бы сказал на все 100 здесь спорить не буду с внешним видом ребята разработчики а точнее художники действительно постарались что касается технических характеристик которые мы можем увидеть стоя в ангаре с учетом установленного оборудования мы видим по орудию следующий показатель несмотря на то что оборудование установлено у нас на вентиль у нас все равно здесь 977 время перезарядки это действительно много да 400 единиц альфы да угол склонения орудия вниз минус 10 но альфа чуть менее двух с половиной тысяч при этом время сведения у нас изменилось с учетом того что у нас оборудование установлено в двух слотах на улучшение времени сведения и составляет оно в 2 секунды о господи в 3 секунды это действительно круто по сравнению с базовыми показателями по орудию что касается разброса то его будем заценивать непосредственно в бою куда в принципе сейчас с вами отправляемся потому что стоя в ангаре больше здесь по сути обсуждать нечего ну что друзья понеслась душа в рай поехали пытаться затестить кубру почему-то никто не поехал туда на направление средних легких танков ну окей хорошо не поехали да и не поехали давайте будем заценивать несемся со своей максимальной скоростью в 45 километров в час и честно говоря по ощущениям ну не хватает очень сильно не хватает хотя бы 5 километров благо хоть разогнались и в горку поднимается плюс-минус приемлемо это уже хорошо потому что если бы здесь не хватало еще и мощности двигателя было бы совсем кисло также в принципе ну окей хорошо терпимо хотя повторюсь еще раз мне все-таки немножечко не хватает что касается времени сведения ну долговатое время сведения и несмотря на то что она составляет вроде бы 3 секунды по ощущениям действительно действительно туго и неприятно что касается точности с первого выстрела вроде бы все окей но одним выстрелом точность особо не заценишь сейчас подождем пока этот парень повернется ну нет ребят даже если бы сейчас он стоял на месте то снаряд прошел бы правее и это с учетом того что в принципе орудие было сведено на все 100 что касается времени перезарядки но хотелось бы опять таки чтобы было побольше но к сожалению как есть так есть мы сейчас вы видели как кобра спускаясь с горки поднимала орудие вверх это то о чем я говорил что в принципе если вы хотите попытаться увеличить свои шансы чтобы вас не пробили ну соответственно поднимайте орудие вверх это хоть какая-то хоть какая-то вероятность что касается голдового снаряда в принципе толку от него по большому счету нет оно не добавляет ничего ну абсолютно к пробитию допустим поэтому не могу сказать что радость есть от того что здесь всего два снаряда я имею ввиду два типа снаряда изначально припасено в комплекте не люблю такие машины все таки когда у тебя шире твои возможности в отношении типа снаряда которые ты можешь выбрать себе ну соответственно соответственно играется как-то интересней что ли сейчас попытаюсь использовать голдовый снаряд против вот этого вот товарища если он позволит ну и вот вам результат 199 вот так вот получается то есть больше альфы ты в любом случае не получаешь мы разодрали нас в принципе как молодых со счетом 6-1 сейчас это все дело заканчивается но я так понимаю что будет скорее всего ничего себе даже одного добрать успели рано вернемся сейчас назад к нашей кобре давайте будем смотреть нас абсолютно спокойно пробили в верхний бронелист нас понятное дело пробивали по бортам ну про корму говорить не буду в корму у нас все танки пробиваются вообще по большому счету машина далеко не самая живучая в бою и особо танковать нечем и особо спрятаться из-за силуэта не получается ну и особо убежать куда-то тоже не выходит по одной простой причине потому что динамики у машины можно сказать практически нет что касается нашей результативности да настрел на данной машине держать потенциально довольно таки просто я сейчас сделал тысячу урона это очень мало для кобры я это понимаю я на ней играл еще когда она тестилась я на ней играл когда ее уже в принципе загрузили полноценную с всеми возможными доработками и при этом всем я не могу сказать что данная машина плохо накидывает урон она нормально набрасывает вопросов нет но все таки вы очень сильно зависите от команды и сейчас я занимаю третье место в команде по урону ну и в целом в первую тройку вы всегда будете вхожи на этой машине этого у нее действительно не отнять ну что заедем еще на один бой чтобы посмотреть на что она способна итак с учетом того что у нас есть угол склонения орудия вниз минус 10 и довольно таки бодрого вот этого вот среза верхней части во лбу башни самое лучшее место которое мы можем занять это безусловно вот здесь на горке и попытаться отыгрывать именно благодаря УВН и вот этим как раз и будем пытаться пользоваться вот в таких игровых зонах вот в таких игровых позициях да действительно на машине очень комфортно вы можете стоять себе спокойненько выторговывать только верхней частью башни и надеяться на то что вас не выцелят а вы выцеливать будете как видите сейчас прилетело смотрим куда секунду выравниваемся блин я не вижу реально но куда то пробитие было и как я понимаю скорее всего было как раз по той щеке о которой я говорил что как только вы хотя бы немножко поворачиваете башню то сразу в щеки будет прилетать там щеки очень большие и крайне фигово забронированы такс ну пока стоим пока держимся правда единственное что мы потихоньку сливаемся в отношении количества игроков наших двоих уже разобрали но благо хотя бы одного ТТ вынесли то есть в принципе шансы какие-никакие все-таки есть великолепно просто откинул в горизонт кританули бою укладку тоже немаловажно ну и что касается нашей результативности в этом бою то мне кажется что мы в этом бою приносим пользы гораздо больше но приносим мы эту пользу именно потому что нам повезло с местом на карте которая действительно позволяет реализовать позитивы этой машины ни в коем случае не хочу вам принижать достоинства кобры она действительно во многих вещах довольно интересна просто лишь говорил о том что было бы лучше если бы разработчики вводя новые машины вдавали что-то потенциально новое ну вот допустим дали бы ей на 30 единиц урона больше с теми же самыми показателями в отношении времени сведения в отношении точности которые машина имеет на данный момент я не думаю что из-за этого она бы прям совсем начала имбовать она бы не разрывала рандом однозначно но в то же время она давала бы какие-то новые ощущения давала бы какие-то преимущества и в таком случае мне кажется что у игроков было бы больше понимания за что они будут платить такие деньги прокручивая рулетку либо пытаясь достать ее из какого-то контейнера ну или уж скажем покупая данную машину когда она рано или поздно все равно появится на продаже ну а так мне все-таки не хватает здесь в первую очередь альфы либо дополнительной брони хотя бы по корпусу солба хотя бы в районе верхнего бронелиста так ребят сложная сложная ситуация хпшки мало ребята довольно существенно заряженный альфой ой господи альфой хпхой в запасе я имел ввиду соперников ну в принципе шансы пока есть единственное что тт пасется там за горбом я не совсем понимаю чего он этим пытается добиться каких результатов и что с того будет в принципе так добрали отходим и возвращаемся назад на позицию счет равный 4-4 трое на трое пока пока шансы есть и я надеюсь что меня сейчас за один выстрел никто не вынесет а значит хотя бы одну еще плюху я в этом бою дать смогу так великолепно откатываемся назад ребятам страшно стало понятное дело а где пт-шка едешь сюда давай подтягивайся так ну в принципе все здесь сейчас можно идти вполне спокойно в размен понятное дело что он меня не разберет у меня есть все шансы его добрать и даже если часть меня снимет то в принципе не так уж и страшно ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй но шпрот помогай делай что-нибудь ай-яй блин не хватило буквально доли секунды для того чтобы можно было забрать вательку и сделать в принципе пятый фраг ладно досматриваем бой я очень сильно надеюсь что здесь будет все-таки победа Подвижности у Шпрота в принципе не так уж и много Но с другой стороны у него есть броня И у него есть целых 1450 хп Парня вообще ни разу не поцарапали в этом бою Ну а значит у Вафли шансов его добрать ну в край мало Если за рулем Шпрота правда не сидит какой-нибудь игрок Который прям совсем играть не умеет Или если у него не отвалится интернет Ну вот в принципе и все Слава богу победа Сможем посмотреть на результаты данной машины Уже в победном бою И в этом бою как я уже говорил Повезло именно с картой Повезло с местом от которого я отыгрывал В принципе я довольно упрямо стоял на своей позиции Меня оттуда не сдвинули Побоялись на меня выезжать и вкатывать Хотя в принципе могли бы Шансы у них были Но они их решили не реализовывать 3774 единицы Знак классности первой степени 4 уничтоженных соперника Что касается результатов фарма Это не фармер Но за вот такие бои действительно можно поднимать Неплохое количество серебра По большому счету играя на восьмерке С такими же успехами в отношении настрела Вы можете вывести за бой куда больше Эта коллекционка и она не фармит Так как премиумные машины на восьмом уровне Ну а что касается нашей результативности по команде То в данном случае мы занимаем упрямое первое место Что я лично считаю довольно неплохим результатом Я не могу сказать что на кобре вы такие результаты будете поднимать Прям от боя к бою И из каждого боя будете выходить С тремя с копейками тысячи урона Но то что вы будете выходить из боев Как правило с не менее Двумя тысячами урона Даже из проигрышных Это однозначно Главное просто привыкнуть к тем нюансам Которые кобра в себе таит А именно слабая живучесть Так забираем осколки фортиума И будем подбивать итоги Что касается итогов Итоги ребят очень простые За 30 тысяч крутить рулетку на данную машину Может быть и стоит Но только в случае если из этой рулетки Вы доставая вот эти контейнеры Имеете фарт по аккаунту В отношении выбивания танков из этих аккаунтов Если вам не фартит на контейнеры То тогда данная машина вам достанется Ну прям очень дорого Крутить или нет Решать исключительно вам Мое дело показать реальные шансы выпадения машины Ну и соответственно показать машину Такой какая она есть на самом деле Я побежал снимать специально для вас А вам друзья мои Мира и обязательно спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok